Ребят, всем привет! Это уже 52 серия путей крафтера, а сразу же хочу все-таки попытаться продать джип Рубикон. А то как-то в утиль вести, ну вот совсем не хочется. По ценнику ставлю 4,5. Дергаю капот и жду клиентов, и ко мне не то чтобы торговаться никто не подходит, а вообще никто не подходит. Начинаю уже кричать на весь рынок о продаже, и наконец подходит Диана, спрашивая край. Отвечаю 4кк и она убегает. Начинаю уже подавать свою продажу в рацию ТК и отправляюсь на охоту. Подстреливаю первого оленя, затем начинаю сливать медведя, до которого мне не хватило одного выстрела. Подстреливаю еще одного и вижу медвежонка, и на этот раз меня также он сливает, да ё-моё. Короче, пока я тут бегаю и собираю тушки, расскажу вам, что скоро добавят новенький летний пропуск под названием Египетская сила. Где главным призом станет уникальный автомобиль ЗАЗ-965. И вот так он, если что, необычно выглядит. Так что, кто так же как и я ждет пропуск с нетерпением, напишите в комментарии. На охоте уже порядка 10 минут, и в ход уже пошел дробовик, с которого кстати тоже у меня неплохо получается. Провел я на охоте в этот раз больше чем обычно, и странно как-то, что народа тут особо и не было, живности стреляй не хочу. Насобирал уже прилично, сделал контрольный круг по лесу и перемещаюсь на рынок. Продаю все шкурки на 94 тысячи, надеваю свой скинец Мавроди, чтобы не пылился, и возвращаюсь к продаже Рубикона. Ловите, ребятки, лайфхак, как сделать так, чтобы попрошайка от вас отстал. Просит Тема, значит, денег на еду, просим у него в ответ, вот и все. Так легко и просто мы избавляемся от попрошаек. В общем, ладно, шутки шутками, жму руки братишкам и кричу о продаже джипа. Подбегает, значит, первый покупатель под ником Павел Колков. Павел Колков, забегая вперед, скажу вам запомнить этого идиота. Просит ПТС-ку, я ему ее передаю, затем спрашивает, зачем-то ГОСКО 10КК, хотя в ПТС-ке все черным по белому. Отвечаю, да. Край готов отдать 4КК, то есть по той цене, за которую сразу мог в кейсе его слить. И миллионный раз, блин, уже жалею, что этого не сделал сразу. Просит наш Паша тест, также ему передаем, по завершению говорит, есть только 3.2КК, кидаешь. Говорю 3.3, кидаю и он отказывается, пишет за 3 ровно могу взять. Да, нет, говорю, ну нет, блин, конечно. Если что, то утилию этой тачке 3КК, общаюсь уже с новыми покупателями, по цене рассказываю 3.8КК. Как этот индивидуум снова подбегает и говорит, ладно, кидай 3.1, боже, я уже просто начинаю его игнорировать. Но, внимание, Павел не из простых и берет пистолет, продолжает свои торги дальше. 3.2, отвечаю нет. Спустя минуты 3.4, снова он подбегает, предлагает 3.1, я уже ничего ему не отвечаю, и он меня убивает. Какой-то игрок меня поднял, а этот кусок идиота берет и еще раз меня сливает. Меня снова поднимает уже другой игрок, за что им, ребятки, конечно, огромное спасибо. Дальше он начал ходить, как ни в чем не бывало, и чекать всякие другие автомобили. Короче, сгорел я знатно, ребят. Уж чего-чего, но чтобы дмить игрока за то, что он отказал в неадекватной цене, это как бы перебор. На этом все не заканчивается. Все мое пребывание на рынке, эта гнида подходила и дальше предлагала то 3.4, то 3.1. Встречаю Еву, по цене говорю ей 4.4, кидаю и ПТС-ку, и тест-драйв, по итогу говорит подумает. Отвечаю ей, бери уже ладно за 3.5, в ответ я не беру. Короче, все, блин, мое терпение уже реально лопнуло. Забираю тачку с рынка, отвожу ее на свалку и сдаю в утиль за 3 миллиона. Блин, прям какая-то гора с плеч. С банка снимаю все деньги, по балансу у нас 4.3 кк. Покупаю на них в казике 4000 фишек, кушаю до полного, кручу бесплатную рулетку, выпадает вот такой женский скин. Делаю две ставки по 1к фишек на 2нд12 и все естественно сливаю. Третью ставку заряжаю на 3рд12 и тащу 3к фишек. Далее следом повторяю на 2нд12 1к и также выигрываю. Сейчас имеется почти 6кк, но погнали в кости. Нашел столик по одномукк, первые две игры я сливаю эти 2кк. На 3й выигрываю, далее залетаю в пятером банком 5кк. У меня 8 и это слив. Далее игра на 4х, выбрасываю 9, плюсую бабосики, решаю сыграть последний раз. У пацанов 5 и 4, выкидываю 10 и снова плюс. Бегу на ресепшен и у меня почти что 10 тысяч фишек. Обмениваю все в рубли и по балансу ровно 10 миллионов. Фух.